МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сегодня скончался экс-глава валют транзитбанка Андрей Беляев. Беркут ищет должников. Департамент по исполнению судебных актов области всерьез борется с неплательщиками алиментов. Новые подробности в деле о Бесабе. Главных подозреваемых могут амнистировать. Сегодня ночью скончался экс-глава валют транзитбанка Айдбака Белялов, более известный как Андрей Беляев, осужденный за превышение должностных полномочий и хищение денежных средств банка. Предварительная версия смерти – инфаркт миокарда. Напомним, суд приговорил банкира на 10 лет. В 2011 году Андрей Белялов был осужден по обвинению в создании организованной преступной группировки превышения служебных полномочий. Задолженность экс-банкира перед тысячами вкладчиков составляет более 14 миллиардов тенге. По последним сведениям, долги Беляева будут предъявлены родным погибшего председателя правления АО «Валют транзитбанка». Спустя 9 дней полицейские нашли водителя, который, сбив первоклассника, скрылся с места ДТП. В начале месяца текущего года силами сотрудников отдела розыска УДП ДВД области в ходе проведения розыскных мероприятий был установлен водитель автомашины, совершивший наезд на 7-летнего мальчика. Напомню, что ДТП случилось 30 января в Караганде на перекрестке улиц Крылова и Сакена. В совершении данного происшествия подозревался хэтчбэк красного цвета. В результате был установлен 42-летний карагандинец, водитель автомашины «Шкода Фелиция» красного цвета. В ходе опроса он дал признательные показания. Водитель утверждает, что сбив ребенка, он остановился и предложил мальчику отвезти его в больницу, но тот отказался от помощи. Судебно-медицинская экспертиза установит, какой тяжести мальчик получил травмы. После в отношении водителя будет вынесено процессуальное решение. Обращаемся ко всем водителям. От дорожно-транспортных происшествий никто не застрахован. Не следует скрываться с места происшествия, если вы попали в такую ситуацию. Не советуем после дорожно-транспортного происшествия спасаться бегством. Во-первых, есть реальная возможность спасти людей, которых вы оставляете без помощи на дороге. А во-вторых, для тех, кто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, наказание достаточно сурово. Тем временем, по горячим следам, сотрудниками полка патрульной полиции УВД были задержаны двое жителей Караганды при попытке ограбить 50-летнего преподавателя одной из местных школ. 8 февраля вечером учитель, возвращаясь из школы, зашел в один из торговых домов в Майкудуке. Там-то его и приметили двое мужчин. Они дождались, когда он выйдет на улицу и предприняли попытку силой забрать его портмоне. Однако патрулировавшие в том районе полицейские задержали их на месте. Как оказалось, старшему из грабителей 53 года ранен он уже был судим за хулиганство и разбой. Его соучастников 32 года. На данный момент в отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Между тем, ДВД Карагандинской области сообщает, 15 февраля в 18.00 в ресторане «Ариста» состоится поминальный обед памяти генерал-майора Нурлана Армиевича Рахимберлина, который 4 года возглавлял Департамент внутренних дел региона. Прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Новые подробности в деле о Бесабе. Главных подозреваемых могут амнистировать. Так просят прокуроры. Чиновникам, осуществлявшим госприемку домов скандально известного микрорайона Бесаба, статью обвинения переквалифицировали со злоупотреблением должностными полномочиями на халатность. Сегодня в суде района имени Казбекби прошли прения в отношении Виктора Иванова и Даулета Алтенбекова. Гособвинитель просил переквалифицировать статью обвинения с 307 на 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначить обоим подсудимым по пять лет лишения свободы и с учетом амнистии освободить от наказания. Другими словами, им больше не вменяется тяжкое коррупционное преступление. Соответствующее постановление принял следователь управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Подсудимый Иванов назначен на должном заместителе Макима города Карагандин в 2008 году, когда дом номер 7 уже был построен до третьего этажа. При этом все документы на строительство выдавались до его прихода в 2005 году, в том числе и на новую цифру. Борьба с должниками набирает обороты. Теперь государство всерьез взялось за алименщиков, которым грозят самые жестокие наказания. По области насчитывается более 2,5 тысяч нерадивых родителей, которые имеют задолженности по алиментам. И это только те, на кого судебные приставы завели исполнительные производства. Более подробнее в репортаже Мирамгу Салкинбаевой. Арест имущества, ограничение выезда за границу. Еще ни один способ воздействия на должников алименщиков не помог существенно снизить их число. Какие только меры не принимались. А нерадивые отцы, как и прежде, избегают ответственности. Именно поэтому карагандинские представители департамента по исполнению судебных актов решили внедрить новую систему «Беркут», которая позволит выявить родителей должников, где бы они ни находились. С мая 2012 года органы исполнительного производства получили новую возможность воздействия на должников в Индии, интегрирование системы с единой информационной системой «Беркут». Теперь постановление судебного исполнителя, санкционированное судом, позволяет судебным исполнителям совместно с органами пограничной службы задерживать нерадивых должников, которые пытаются пересечь государственную границу Республик Казахстан. На сегодняшний день эта система успешно внедрена. Несколько дней назад, благодаря данной системе, при попытке пересечения государственной границы был задержан еще один должник. Владимиру Плотникову еще в 1994 году было вынесено постановление о взыскании алиментов. Невена Плотникова не получает алиментов от бывшего мужа уже 15 лет. Все это время он находился в розыске, рассказывает адвокат семьи Плотниковых. У Плотникова Владимира Константиновича, 69-го года рождения, двое детей. Сейчас они, конечно, уже совершеннолетние, но в свое время Невена Васильевна, мать вот этих детей, пережила очень трудную, очень тяжелую жизнь, работала на двух-трех работах для того, чтобы прокормить, одеть, обуть, воспитать, выучить этих детей. Дочь Раушанка Рашулаковой попала в такую же историю. Правда, отец, забывший про свой родительский долг, проживает через два дома от семьи. Внучке Раушанка Рашулаковой 8 лет. На протяжении этого времени неплательщик даже здоровьем родной дочери не поинтересовался, рассказывает возмущенная женщина. Постоянно его ищут, а почему я его не могу, проживает он сейчас в Агадыре, но работает главным специалистом станции МНТ. С сентября до этого он прописан здесь, в Караганде. По слухам, значит, он на себе, на нем никакого этого нет, как его, но он занимался, он занимался частными делами. Алименты до сих пор не платит. Отец Раскельда Калиев, пенсионер, находится дома. Почему? Почему? Хотя бы, хотя бы они бы мне помогли. Сын не может, пусть они, мне без разницы. Потому что каждый день ребенок хочет кушать, кушать, есть, одеваться. Миром Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. За хулиганство и бескультурщину будут активно штрафовать и даже арестовывать. В Караганде стартовала акция «Мы за чистый город», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут пресекать факты загрязнения мест общего пользования, скверов, парков, курения в общественных местах и прочие действия, выражающие неуважение к окружающим, а также нарушающие общественный порядок и спокойствие горожан, рассказывают полицейские. Кроме того, акция предусматривает распространение памяток и буклетов населению и создание мобильных групп, которые будут проводить разъяснительные беседы в местах скопления людей, предприятиях и организациях. Стражи порядка предупреждают, что нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования приравнивается к мелкому хулиганству. Другими словами, даже за выброшенный на землю окурок придется заплатить штраф в размере до 10 МРП или даже сесть в тюрьму на срок до 10 суток. За повторное совершение правонарушения предусматривается административный арест на 15 суток. Так, сотрудниками органов внутренних дел только в прошлом году привлечено к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства 3028 лиц. Из них только за загрязнение мест общего пользования 1579. В том числе 1529 привлечены к административному аресту, а остальные применены к остальным штрафные санкции. Мы просим вас соблюдать нормы, общепринятые нормы поведения в общественных местах, проявлять уважение к окружающим, соблюдать общественный порядок и требовать от этого от других. Служить личным примером подрастающему поколению. 14 февраля отмечается 24-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Накануне этой даты в Караганде состоялась презентация книги Амангельды Жантасова «Отряд Кара-Майора». Это дань памяти воинам-афганцам, которые до конца выполнили свой интернациональный долг. Подробнее в материале Сергей Высокосова. В тепле и квартирном уюте книга Амангельды Жантасова «Отряд Кара-Майора» воспринимается не так остро, как при встрече однополчан, которые собрались в Карагадинском дворце культуры горняков. Они приехали сюда не только со всех концов Казахстана. Из Туркмении и Киркизии прибыли заместители министров обороны, которые в 80-е годы прошлого столетия служили в отряде Кара-Майора Бориса Киримбаева и были молодыми лейтенантами. Среди собравшихся воины-интернационалисты с семьями, депутаты мажориза парламента Республики Казахстан, представители Центрального аппарата Народно-демократической партии НУР-ОТАН и, конечно, сегодняшняя молодежь. Стоя овациями, зал встретил легендарного героя книги Киримбаева Бориса Тукеновича. «Наш батя» – так до сих пор его называют те, кто служил под его началом в Афганистане. «Самое ценное то, что становляешься командиром там, именно в Афганистане, чувствуешь ответственность такую, ну, это нелегко ее носить на плечах. Это в первую очередь жизнь людей». Экстремальные условия заставляют проявлять высшие человеческие качества. Война – это не просто борьба между жизнью и смертью. Это кристаллизация нравственности, мужества, патриотизма, преданности. Обо всем этом и говорится в книге о Мангледри Шантасова «Отряд кора майора». Без лозунгов и пафоса автор рассказывает об афганской войне, участником которой он был, и о легендарном майоре Борисе Тукеновиче Киримбаеве, под командованием которого он служил в 177-м отдельном отряде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР. Книга автобиографична, но писатель выдвигает на первый план масштабную фигуру командира спецотряда Бориса Киримбаева. Через судьбы людей, которые сплелись в единый жизненный клубок, Омангледри Шантасов рассказывает о родном отряде с первых дней его формирования, в январе 1980 года в Кокчигае и до 1983 года, когда закончилась война для первого состава мусульманского батальона. Так называли спецотряд в Афганистане, потому что набирался он в основном из казахстанцев и выходцев из других восточных республик Союза. Она вызывает такой большой интерес у нас среди воинов-интернационалистов. Это то, что там написано очень правдиво, раскрывает все вот эти проблемные и такие вот боевые действия, которые проводились. Когда я эту книгу читал, мне казалось, что вот, когда вот прерываешься читать, и кажется, что вот только что вышел, ну, с той же вышел, прошел колонну, вышел с того же боя. Сейчас я вас двух товарищей встретил, приехали из Каменогорска. Это те ребята, которые выносили меня из поля боя раненым. Это очень приятно. Книга важна и нужна не только как память о прошлых исторических событиях. Она, несомненно, будет интересна и сегодняшней молодежи. Ведь тогдашним героям тоже было 18-20 лет. История дама с претензиями, ей важны масштабные события. Автор же отряда «Кора-майора» обращает внимание на детали, скорее бытовые и понятные каждому читателю, но не теряя документальной фактуры повествования. Много лет прошло и многое стало уже забываться. С кем не встречаешься и не спросишь, вот все, много уже не помнят, как было, что было. И вот, чтобы вот это все вот собрать как-то, каким-то образом подытожить нашу боевую работу в тот период и передать подрастающему поколению. Нам всем нужны герои. Но не просто выдуманные или сказочные, а реальные. Такие, как в книге о Мангельде-Жантазово «Отрядка-майора». Они сочетают в себе мужество и преданность делу, которому служат. Ребячество и романтизм. Высокую гражданственность и житейскую мудрость. На презентации был впервые показан видеоклип песни Людмилы Мельниковой «Мать-солдата». В его съемках принимали участие воины-афганцы города Караганды. «О, мать-солдата, ты прости меня, прости за то, что я нечистлюсь в бездне, в родном селе у вечного дня. Но в краудном высоком обилисте, обилисте». Долг. Вот ключевое слово для понимания книги Жантасова. Она не будет пылиться в библиотечных запасниках и наверняка займет достойное место на книжных полках казахстанцев. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Угольная столица Казахстана отмечает 79 лет со дня основания. Выходные карагандинцы с большим размахом отмечали День города. Празднование прошло в кинотеатре Сарыжая Ляу. На торжественное мероприятие были приглашены ветераны и почетные граждане Караганды. В этот праздничный день особые слова благодарности прозвучали именно для них, тех, кто внес неоценимый вклад в трудовую летопись шахтерской столицы. Для них же в этот день был презентован казахстанский фильм «Шао». С 30-х годов еще мой дед, как говорится, начинал работать в Караганде. Здесь было всего 2-3 дома, терриконники были. И вот теперь это большой промышленный город. Мы очень гордимся своим городом. В городе очень много учебных заведений, школы, сады, предприятия. Задать вопрос Акиму лично сможет любой желающий житель Октябрьского района уже завтра, 12 февраля. В ДК Майкудука состоится отчетная встреча главы города Мейрама Смогулова с населением. Акимат города Караганды приглашает всех принять участие. Начало в 15.00. Карагандинский зимний сад вновь удивил новым открытием. Настоящую японскую атмосферу окунули самые искушенные гурманы нашего города. Ресторан Садре представил на суть посетителей 72 блюда, изысканной японской кухни. На вкусном суши вечере побывала Аида Ибраева. Кульминация открытия суши-бара в ресторане Садре стало удивительное шоу. Барабанная дробь заполнила весь зал. За один вечер посетители Карагандинского зимнего сада прониклись традиционным японским колоритом. Новое меню, состоящее из 70 блюд японской кухни, изысканный интерьер заведения, божественный танец цветущих девушек. Гостей вечера ожидало немало сюрпризов. Более того, все желающие сами могли попробовать изготовить экзотическое японское кушание. Со дня открытия изысканное заведение сразу же завоевало признание и любовь теперь уже постоянных посетителей. Вся эта зелень живая оказывается, да, то есть интерьер какой, как все интересно сделано, то есть мы вроде пришли, вот такой приятный свет, приятная музыка, то есть суши, это может быть такой тихий, спокойный вечер провести можно в кругу, близких друзей, там, нескольких пар, да, но это не скучно. Это оказывается не просто поесть прийти, да, а так интересно, то есть вот здесь мы и киба научились делать это, ну, замечательно, то есть ты что-то находишь, вот фигуры здесь двигающиеся, какие-то девушки, опять же, в каких-то растительных орнаментах, да, то есть я думаю, что вот это современно очень. Мы сделали небольшой памятный такой подарок, где желаем всему коллективу дальнейших творческих успехов в их работе, клиентам, чтобы было приятно здесь всегда находиться и посещать, и, конечно, здесь очень вкусно готовят. Идея создания заведения, где каждый сможет почувствовать себя словно в сказке, родилась не сразу, говорит один из организаторов суши вечера. Хозяйка заведения, Сауля Татишева, она, у нее была давняя мечта сделать зимний сад, такой, как есть в Англии, такой, как есть в Италии, воплотить частичку Европы здесь у нас в Казахстане, и поэтому была такая задумка построить зимний сад. Было много служенностей, но мы их преодолели. Еще немало сюрпризов предстоит ожидать от предприимчивых хозяев зимнего сада. Совсем скоро посетители заведения ожидают уютные вип-комнаты, где в более уединенной обстановке можно будет отдохнуть большой компанией. Айда Ибраева, Толя Генрошитов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ, балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю телефоны новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Сау Волонсдар. Субтитры подогнал «Симон»!